Бруно Марс получил Грэмми, Дрейк записал новый альбом с Майклом Джексоном, даже сборная России вышла в одну четвертую по футболу в чемпионате мира, а мы все пишем музычку приветствую вас друзья с вами тони мост и сегодня продолжаем говорить о музыке данное видео будет являться логическим продолжением предыдущего она называлась как написать песню и сегодня я покажу каким образом я сделал аранжировку и посмотрим какие инструменты какие партии у меня будут играть ну и послушаем трек куплет припев и так поехали сейчас пробежимся по аранжировке я не буду уделять никакого внимания ритм секции инструментом еще каким-то вещам которые здесь были использованы сегодня говорим только о партиях а именно о тех меди партиях которые соответственно будут играть инструменты которые здесь участвуют послушаем трек чтобы понять общую картину о чем пойдет речь а а а и а а и а 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 вот такой небольшой кусочек возьмем сейчас для примера ну и начнем с самого начала на прошлом видео уроке говорил о партии гитары вот собственно это партия партия ну уродство уродство уродливое ненавижу эти гитары все честно вам признаюсь соответственно гитара играет в нижнем регистре басовые ноты здесь идет классический перебор вот можете рассмотреть как он построен и если интересно можете сами это построить все в секвенсоре послушать как это будет звучать ну вот естественно это все перес переписал по-человечески на настоящей гитаре звучит это теперь вот так и вторая часть незначительным изменением в конце ну вот собственно и все эффекты дилей ревер хорус ну все что присуще гитаре дальше как видите партия сквозная она идет в интро и перетекает в куплете соответственно вокал у нас звучит таким образом вместе с гитарой в принципе это и составляет основу куплета вот послушайте звучит неплохо но естественно нужно добавлять инструменты как я говорил на прошлом уроке я добавляю пианино для того чтобы обозначить аккомпанемент гармонию и подчеркнуть собственно красоту вот этой всей композиции пианино выглядит следующим образом оно играет примитивно просто целыми длительностями аккорды которые у нас идут по треку ми бемоль мажор си бемоль мажор до минор и ля бемоль мажор посмотрим чуть поближе эту партию вот партия пианино здесь у нас идет бас дублируется соответственно в октаву и здесь строятся аккорды ми бемоль мажор вот его третья ступень пятая первая и дублируется третья дальше идет си бемоль мажор эта ступень у нас пятая первая третья пятая ну в принципе ничего сложного вообще причем я взял эти аккорды я смотрю даже без добавочных ступеней просто в чистую звучит это вот так вокал я не буду сейчас включать потому что он немножко отвлекает и поставлю соло гитары и соло пианино ну вот просто спели мы первую часть куплета а дальше подключается еще одно пианино на тех же самых аккордах но который составляет верхний лейер более звонкий более оно звонкое и яркое и вместе получается такой плотный хороший звук панно с гитарой но этого я посчитал недостаточным и добавил партию скрипок вот так она звучит в конце резко обрывается потому что там идет соло на вокале они построены еще более примитивно если у нас пианино играло аккорды то здесь просто идет бас также дублируется в октаву те же самые ноты 4 аккорда и просто я добавляю здесь верхний голос который и ведет вот эту мелодию которую мы слышим потому что он является самой читаемой в аккорде я об этом неоднократно говорил что стоит отметить верхний голос у нас построен на нотах соль фа соль ми бемоль это партия скрипок дальше в партии пианино также верхний голос состоит из нот соль фа соль ми бемоль таким образом именно вот это мы и слышим в аккомпанементе то есть если я ставлю пианино скрипки послушать вот именно этот верхний голос и звучит как в партии скрипок так и в партии пианино идем дальше что у нас тут есть еще а в общем то в куплете ничего и нет друзья вот так все очень простенько сделано соло гитары пианино ярко пианино скрипки а дальше будем смотреть дальше что у нас появляется дальше у нас появляется ритм секция более оформленная из 808 который также играет на нотах ми бемоль си бемоль доля а бемоль вот так это звучит сейчас добавлю смейер чтобы была какая-то ритмика у нас далее там появляется основная тема давайте о ней поговорим вот так это звучит это вокальный чоп который я выдернул из акапеллы поставил синтезатор хармор и соответственно набросал вот такую миди партию посмотрите соответственно все ноты здесь принадлежат гамме до минор потому что я работаю в тональности до минор и никаких исключений здесь нет начинаю я соответственно играть с 6 ступени 6 7 1 6 дальше 5 6 7 5 ну и так далее можете уже сами смотреть не буду долго забивать эфир разбором этой партии единственное что скажу что она объединена ритмическим рисунком то есть все вот эти мотивы они очень схожи и практически одинаковые посмотрите внимательно ну и соответственно если интересно можете такую же партию набросать вот сетка кстати один момент который отличает этот трек от стандартных многих произведений ну как сказать прием такой использовал я здесь я использовал сетку в режиме свинг вот здесь это делается на 40 процентов я поставил это значение и вот теперь обратите внимание что теперь сетка действительно ну ноты стоят по сетке но сетка она несколько неровная в этом режиме то есть вот по идее вот у нас идет четверти и в четверти идут шестнадцатые они должны быть ровные но здесь обратите внимание что первый шестнадцатый длиннее второй и третий шестнадцатый длиннее четвертый соответственно вот эта фишечка использована здесь путем добавление значения swing 40 процентов ну соответственно это дает вот такой необычный ритм вот посмотрите ровная сетка а вот эта сетка со смещением так здесь все и построено можете поэкспериментировать в своем секвенсоре с вот такой ритмикой и получите очень интересные результаты так что у нас есть по инструментам 808 основная тема которая построена на вокальном чопе есть стабы это по сути брас который просто бьет в основную ноту ми бемоль ноту баса короче говоря себе моль ой извиняюсь ми бемоль си бемоль доля бемоль все то же самое так идем дальше у нас идет насколько я помню пианино пианино вот оно да то же самое из куплета ничего я здесь не изобретал вообще из куплета взял пианино дальше 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 ну и все собственно чай вокал понятное дело и вторая часть припева она отличается здесь уже использованы кое-что еще вот такая партия это скрипки уже другая в них использована артикуляция вот здесь можно открыть партию посмотреть опираются эти ноты на бас просто они идут в три октавы ноты ми бемоль си бемоль и до ля бемоль на четвертом такте для акцента если поставить 808 поставить эти скрипки и поставить послушать снейр получается такой рисунок дальше добавились также здесь аккорды вот такие на аккорды вот посмотрите бемоль мажор кварц экст аккорд потом идет седьмой мажор в основном виде дальше это кварц экст аккорд до минора и основной вид аккорда ля бемоль мажор все очень примитивно никаких добавочных ступеней просто в чистую сыграл четыре аккорда как дворовый гитарист так так да и все собственно ребят ничего здесь такого нет мега сложного все что я насочинял в том видео уроке здесь я воплотил в жизнь в этой простенькой аранжировке единственный момент что очень долго подбирал инструменты обрабатывал их сводил так чтобы все это вместе звучало ну так как должно звучать все вопросы относительно того какие инструменты я использовал какие плагины как я все это сводил и прочее 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 пишите в комментариях на этом разбор проекта пока закончим если вам эта тема интересна и вам интересно как я дальше строил трек что здесь вообще происходит дальше пишите в комментариях постараюсь это все описать и дать вам полную картину как выглядит этот трек и что я там натворил вот такая информация друзья надеюсь она была для вас полезна я поделился некоторыми фишками которые я использую при написании музыки как в секвенсоре так и за пианино на прошлом видео уроке ну и соответственно можете их использовать для себя если у вас остались какие то вопросы относительно того какие инструменты я использую какие плагины я использую какие библиотеки я использую пишите все в комментариях обязательно на них отвечу если вопросы более обширного характера пишите напрямую в личные сообщения вконтакте там я тоже всегда на связи подпишитесь на мою страничку в инстаграм кроме музыкального контента там есть какие то юмористические штуки и вообще сможете побольше обо мне узнать а если вы более серьезно настроены заниматься музыкой можете прийти ко мне сюда в студию на первый бесплатный урок познакомимся и сможем примерно наметить программу занятий если все вам понравится то начнем обучение до новых встреч друзья пока